У каждой из нас есть картина мира. Мы рождены, и первые несколько лет у нас формируется картина мира. Большинство информации, которую мы получаем от внешнего мира, мы получаем в первые несколько лет жизни. Мы, даже не понимая, как это всё происходит, мы записываем у себя вот здесь программное обеспечение. Это точно так же, как мы покупаем компьютер, и туда уже занесено программное обеспечение. Вот так трёхлетний ребёночек выходит во внешний мир, у него появляется собственное «я», и у него уже есть определённое программное обеспечение, когда родители ему говорят «ходи туда, не ходи сюда, делай то, не делай то», он наблюдает схемы отношений родителей, и он выстраивает уже свою жизнь, он уже может как-то двигаться в пространстве. Так и мы. Мы руководствуемся определёнными установками, которые главенствовали в нашей семье тогда, когда мы формировались. Вот считайте, что ваша картина мира, вчера я привела такую шикарную аллегорию, и с моей точки зрения мне очень понравилось, пазлы. Пазлы. Ваша картина мира — это много-много пазлов, которые складывают общую картинку. И вот важно, что нарисовано на этой картине, потому что она вся заполнена пазлик к пазлику. Важно, что нарисовано. Важно, там нарисовано солнце, такое благостное солнце, там нарисована зелень, там нарисованы доброжелательные люди, там нарисовано благополучие, благосостояние, возможности реализованные, да, там признание ваше нарисовано. Либо там нарисованы какие-то наши низкая самооценка, угроза внешнего мира, тучи, пасмурно, страшно, войны, кризисы, опасности со всех сторон, тёмные бури. Что там нарисовано на вашей картине мира? Вот сейчас, девушки, женщины, представьте, вот просто закройте глаза, не смотрите на меня и представьте, что нарисовано на вашей картине пазлов. Общая тональность какая? Что нарисовано? Какие краски? Какими красками нарисована эта картина? Вы должны понимать, что вот эта картина мира, которая нарисована, она и формирует вашу жизнь. Это те установки, которые заложены к вам в детство, плюс они легли на благодатную почву вашего характера. То есть мы все, женщины, мужчины, неважно, люди, мы приходим в этот мир каждый со своей данностью. Тип темперамента, таланты всевозможные, уже какая-то задатки формирования картины мира, они даны для нас. Вот помните, те, кто постарше, нам в школах, когда мы учились, сделали манту, такая прививочка, да? Да? Думаю, что многие помнят. Так вот, у некоторых вот эта манту-прививочка, она практически не была видна, не была видна. А у некоторых, вот у меня в частности, полуруки разбухало. Что это значит? Это предрасположенность к туберкулезу. Так вот, многие люди рождаются с определенными предрасположенностями. Если человек, допустим, вот берем такую старинную градацию, меланхолик, холерик, флегматик, сангвиник, да? Если человек сангвиник, он, у него предрасположенность к манту, к вот трагическим каким-то событиям жизни, она в меньшей степени, потому что у него задатки к жизнерадостности какие-то есть изначально. А если человек меланхолик, у него больше предрасположенность к негативному воздействию мира. И нужно что-то с этим делать. Но опять-таки у этого человека определенные таланты, чтобы вы сейчас не влазили в комплексы, да? Для чего-то такие люди рождаются. Для того, чтобы что-то интересное, новое создавать в этом мире. Вот. И на вашу благодатную почву, темперамента, данностей, характера, характера, характер тоже, он отчасти формируется, отчасти заложен. Ложилась та картина мира, которую вам давали, преподносили ваши родители. Ваши родители в детском саду, если вы росли, окружение ваше. И потом это давало определенное развитие вашей личности. То есть вы сформировались и выросли под воздействием того, где вы росли и какой вы родились. И если у вас печальная картина мира, вот такая, как я рассказала, да, бури, холод, голод и так далее, вам нужно, если вы хотите добиться того, чего вы хотите, изменить эту картину мира. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok